Продолжаем тему «Как изменить судьбу?» То, что Ашим открыл Аврааму. И продолжили «Во что верят евреи?» Или «Кому поверят евреи?» Два занятия у нас было на эту тему. И третье. Мы коснулись этого вопроса, и здесь мы его разберем. Поэтому, кому поверят евреи? Тому, кто знает имя Творца. Почему Моше просит у Творца открыть ему имя? Помните, сейчас мы это зачитаем еще раз. Вайомер Моше, эль хаэллоким, сказал Моше Ашему. Гене анухи ба эль бне Исраэль, я приду к бне Исраэль. Ва амарте ла хэм и скажу им. Элокей авутейхэм шлахани алейхэм. Бог отцов ваших послал меня. Ва амрули. А что они мне скажут? Ма шмо? Что имя его? Что я им отвечу? Вайомер эль хаэллоким, эль Моше, эхье ашэр эхье, буду как буду, вайомер ко томар левне Исраэль, эхье шлахани алейхэм. Так скажи сыновьям Исраэля, вот кто вас послал. Раббэйну Бухай, аль дэрэха каббала, ва амрули, ма шмо, скажут они мне, что имя его, или как имя его, или каково имя его. То есть эйзэ шэм ми шмотава к душим шолэхотха, какое из имен к душим? Особых, ну слово святых, я не люблю слово. Шмотав к душим посылает тебя, какое имя посылает тебя сюда, к нам сейчас? То есть бээйзэ, бээйзэ ми дам ми дадутав ата, шалуах, каким качеством из его качеств ты послал. Только сейчас мы говорим, что у Творца нет качеств. У Творца, у него нет качеств, но он этот мир, мы повторимся, сотворил так, и он в этом мире сотворил имена, которые характеризуют качество. Это все сотворено. И вот они же спросят меня, каким качеством ты послал? И он обратился к Творцу в форме вопроса, ми хашолэх ото, кто посылает его, муше, спрашивает у Творца, бээйзо ми дам гу шалуах алейхим, каким качеством. И шалуня альеш лихоти, они спросят меня о том, что означает мое послание к ним. имя ге бэмидат, или это будет вот таким качеством, два имени Творца, одно и второе. Это этим качеством Творец совершал несим нестарим скрытые чудеса с Авод, с нашими отцами Авраам и Сакьяков, или бэмидат рахамим, или качеством рахамим, шиба наасу несим мэфурсамим мэхудашим бэйцера. Творца этим именем, которые отражают это качество, называется рахамим, совершаются чудеса, которые мишаним тивошиллам, они выходят за рамки материального мира. Это то, что произошло в Мицраим, в Египте. Поэтому Муше спросил у Творца, что я им отвечу. То есть он спрашивает у него, у Творца, кто меня сейчас посылает, какое из твоих качеств. И он им отвечает, буду, как буду. Он подчеркивает, что посылает Муше к бне Исраэль, каким качеством. Медата дин, ашер, ашер эгебу медат рахамим. Качеством дин, суд, которое будет в рахамим, в доброте, в милосердии. Буду, как буду. То есть дин будет, как рахамим. Рахамим, вот это качество, которое тебя сейчас посылает. В Амар и Котомар ливне Исраэль. И продолжил Творец. А ты евреям скажи. Только одно имя, чтобы он упомянул то, которое посылает его к ним. Когда он придет к ним, чтобы одно имя употребил, упомянул. Легород аль-ахдуд. Указать на ахдуд. На единство. На единство. Рамхаль поясняет, что тут намек на то, что категория суда будет условно второстепенна в этом процессе. А категория рахамим, она будет первостепенная. Это то качество, которое, да, скажем так, творит чудеса за пределами, за рамками природы. Вне рамок природы. И когда ты придешь к Ам-Исраэль, ты укажи только качество рахамим. И дальше он упоминает еще одно имя, которое, да, именно это качество отражает. А вот это имя, которое с буквы алиф, оно указывает на единство Творца и цельность творения. Это имя. В Митсраэм. Это есть две последние буквы имени, о котором мы говорили, что оно отражает качество рахамим. Это имя, которое открыл Творец Муше. Это имя, которое, как указал Рабейн Убахай, указывает на качество рахамим. И они практически едины в своих, скажем так, качествах. Алиф в… да, то есть и он указал, что конец этого имени – это начало этого имени. Конец этого имени, он скрывает в себе мудрость шломо, то есть возможность человека в постижении Творца. А это непостижимая мудрость Творца. Немножко я, может, упрощаю, но чтобы нам это было понятно. Это имя, оно начинается с буквы Алиф, указывает на вечность, на привечность, если так можно перейти слово, Кадмуд Творца, и на его единство. Это Алиф. Ют тоже указывает на единство, потому что Ют – это единица десятков, единица. И указывает на эсерсферот, которое есть единое целое всего творения. И именно эти буквы, которые указывают на это единство, и они начинают и заканчивают второе имя. Это великое имя, оно указывает на единство Творца, и в середине его есть категория суда. Далит-нун – это дин, то есть это, скажем так, единство, милосердие и суда. Во-первых, все имена указывают на управление Творцом, то есть каким качеством происходит это управление. Понимаем, что нет качества Творца – это то, что нами воспринимается в качестве качества. Это то, что мы на себе воспринимаем. И каждый из имен указывает на определенные качества, на определенный стиль управления этим миром. И два имени – это есть качество милосердия, которое связано с чудесами, которые вне рам природы. То, что было в Митсраим, и то, что будет у Харсинай. Тора, даровано этим именем, так указывают наши мудрецы. Мы должны понимать, что значит этим именем. То есть вот происходило то, что происходит, когда Творец вот этим качеством происходит управление миром. И что имя, которое переводится на русский как Господин, Господь, так оно переводится. Здесь буквы, которые указывают на Ацелут, на величие, которое, как сказать, властвует над, скажем так, на соединение величия и суда. Это три великих имени, и два из них было упомянуты Творцом, когда Он посылал его к Ам-Исраэль, к народу Исраэль, чтобы вытащить их из Митсраим, чтобы они понимали, каким качеством Творец посылает Муше, и что будет происходить в процессе этого выхода до получения Торы.